Обожаю iPad mini. Приветствую тебя на канале Control Tech. Меня зовут Артём. И надеюсь, что ты пришёл к нам с видео о плюсах iPad mini 6-го поколения. К сожалению или к счастью, могу констатировать факт. У тебя сейчас пригорит. Поехали. Это Control Tech. Хоть убейте, я не до конца понимаю этот формат. Вот кто это? Это киборг. Я настолько привык к большим телефонам, что маленький планшет для меня загадка. Как телефон iPad mini не подходит. Хоть он и влазит в одну руку, но говорить по нему это уже проблемы с психикой должны быть такое делать. Как планшет он не интересен, потому что контент на нём маленький. В этом плане iPad Air 4-го поколения более привлекателен. А как насчёт кнопок регулировки громкости? Да, у компании не было другого выбора, но нам от этого, к сожалению, не легче. Больнее наоборот. Мышечная память наотрез отказывается запоминать, куда тянуться. Ещё и назначение при каждом повороте меняется. Дурка. 64 гига постоянной памяти, из которой 11 сразу занято системой. А некоторые игры весят и по 10 гигов. Рили? Он у меня уже забит. А там нет ни фото, ни фильмов, ни музыки. Вы, конечно, можете сказать, что сейчас всё в стримингах, но я вас умоляю. Посмотрю я на тебя, как ты в Укрзалезнице или РЖД будешь Netflix смотреть. Этому iPad уже 11 лет. И у него на борту тоже 64 гига. Вот-вот, делайте выводы. Данный перетелефон на e-каталоге стоит от 16 399 гривен. Или в 45 тысяч рублей. За эту убогую минимальную комплектацию. Это где-то на 100 долларов дороже от его цены в Америке. А по динамике цен он сейчас ещё и подорожал по средней цене. Перед праздниками дураков нет. При этом iPad Air дороже всего на 30 баксов. А ещё стоит отметить, что iPad Mini 5 на старте продаж стоил изначально на 100 долларов дешевле. Apple никогда не будет много. Но не могу не отметить, что самые приятные цены как на iPad Mini, так и на iPad Air, так и на другую технику у нашего партнёра магазина Mobile Planet, который любезно и предоставил нам устройство для обзора. Ссылка будет в описании под видео. Может это временно, но выглядит это несуразно. Иконки в нижнем доке можно забить настолько, что вы перестанете их видеть и попадать по ним. Место вокруг иконок на рабочем столе овер дофига. Особенно посмотрите по бокам. При этом виджеты маленькие. Вот попробуйте что-то углядеть в заметках. Вот кто это? А также многие приложения ещё не подогнаны под новое разрешение сторон. В YouTube так и вовсе нет возможности убрать каше. Во-первых, замеры у других ребят показывают, что экран не выдаёт своей заявленной 500 кандел на метр квадратной яркости. Во-вторых, здесь нет 120 Гц. Хотя уже сходу взяли на 100 баксов больше за обновлённый планшет, в котором по сути не так-то и много обновлений. А экран, я считаю, это просто критичный для планшета вопрос. А сейчас готовы? Готовы, да? Готовы? При прокрутке на экране виден эффект джеле. Ну тупые! На самом деле вы его скорее всего не заметите при повседневной работе. Но знайте, что он есть. Вот такие минусы мы смогли обнаружить на новом iPad mini 6-го поколения. Я бы его не покупал, а остановился бы на каком-то iPad Air предыдущего поколения. Но выбор, как всегда, за вами. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте ставить свои лайки. Возможно, дизлайки здесь будут, да? Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До встречи в следующем видео. Всем пока!